И вот юный австриец обратился к Путину, 10-летний, написал, пожалуйста, не теряйте веру в Европу. Ну вот, 10-летний австриец Матис Бранштеттер написал письмо, не теряйте веру в Европу, ну и так далее, и так далее. Но ему, естественно, подарили автограф Путина, фотографию и прочее, прочее, прочее. Что же еще ему подарить, австрийцу, да, помните, это мальчик там, как его, господи, с Киргизией, мальчик с Киргизией, Путин попросил в конце 20-го года акции Газпрома. А ему подарили кружку, да, тоже, там фотографию Путина и кружку, бля, а еще пряник, пряник подарили мальчику. Я в связи с этим вспомнил, как Ломов мне рассказывал о том, что ему приснился сон, значит, что он видел картину где-то, ну, во сне, видел картину, которая называлась Первый президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин в Георгиевском зале Московского Кремля дают девочке, школьнице из Ярославля, валенок. Вот это, я считаю, картина должна обязательно появиться, чтобы раз это гениально. Вот так же и здесь, этот портрет Путина подарили, чтобы он не переживал, что Путин про Европу все нормально знает, да, мальчик, ты не переживай. Сразу же вспоминается история, помните, ну, дети наивные, то есть, кто-нибудь говорит, что уставил младенца глаголит истина, ну, в общем-то, это и так, и не так, да. Помните та история, когда Урха Калева Кеканин был президентом Финляндии, а он был с 58 по 82, да, вот, и он, девочка какая-то, написал письмо Богу. А в Финляндии, если адреса нет, то письма вскрывает президент, так устроено, можно представить, как приколоть президент. Если бы так было в России, мы бы давно уже Путина извели нахер. Вот, и открыл он письмо Урха Калева Кеканин, а там она просит 100 марок. Ну, водителю дал 50 марок, сказал, отвези, и девочка прислала письмо, написала, что вот приезжала машина президента, привезли деньги, все там смотрели, вся улица на эту машину, просила Бога, больше не поручи, не передавать деньги через президента, потому что ворует ровно половину. Вот видите, она не про того президента говорила, это Путин ворует ровно половину от всего, а может быть и больше. Это байка про американского мальчика и сколько-то долларов. Какая байка это? Про Урха Калева Кеканина, я вам уже сказал, это официальная, в общем-то, приколка финская, да. Все эту историю знают, она уже, блять, еще я помню, первый раз ее услышал, там, не знаю, ребенком был. За 그러�ение Перед Матowski Перед Матowski Перед Матовой